На два дня город Видное стал йога столицей страны. На территории отеля Пальмира Гарден в усадьбе Тимохова-Саласкина прошел масштабный фестиваль «Йога-уикенд». Собралось очень много мастеров, очень много участников, которые обмениваются и обмениваются не только своими знаниями, экспертностью, опытом, а обмениваются еще своей теплотой, своей любовью. Здесь у нас достаточно много разных локаций. Есть танцы, есть медитации, есть трансформационные игры, концерт. То есть каждый человек может найти себе то, что хочет. Более 50 различных активностей, тренинги, лекции, квесты, массаж, телесные практики – все от обычной шавасаны до редких трансформационных игр. Большая очередь выстроилась на дорожку с гвоздями. У москвички Светланы Киреевой за плечами свой рекорд – 30 минут на гвоздях. Но одно дело просто стоять, а другое – идти здесь каждая секунда на счету. Ну классно, но больно. Больно. И мне кажется, чем дольше стоишь, тем больше как-то проникает. Стоять на гвоздях может каждый. Нужна смелость, воля и желание, уверяет гвоздетерапевт Александр Журко. Свою практику он называет одним из инструментов честности человека перед самим собой. Это определенная аскеза, некий момент преодоления себя. То есть воля воспитывается в этом, определенные качества, которые позволяют быть проявленнее, быть шире. Участниками фестиваля стали более тысячи человек. Видная Москва, Санкт-Петербург, Вологда и Казань. География очень обширная. Два насыщенных йога дня принесли массу эмоций. Видимо, здесь очень мощная энергия, прям сгустки такие большие. И столько разных интересных людей. Много улыбок, довольные счастливые лица, бомбические практики, куча инсайтов. Получить незабываемый опыт приехали не только любители, но и продвинутые йоги. Мару Марсианко, преподаватель экстатик танца или спонтанного танца босиком, старается не пропускать ни одного йога-фестиваля. Это показывает людям другое качество отдыха, другое качество времяпрепровождения. Отдыхая, можно расти. То есть не ходить для этого на учебу или на какие-то там отдельно. А в этот момент мы и расслабляемся, и наполняемся. За новыми знаниями приехала и Виктория Носкова. Уже пять лет девушка преподает йогу, но учится по-прежнему каждый день. Йога – это путь работать через тело к себе настоящему. Поэтому растяжки, мягкие вытяжения, практики – все это приведет к себе, если стоять на этом пути твердо, расстилая коврик. Не сбиться с пути поможет и одежда, предназначенная специально для занятий йогой. Только из натуральных тканей. Яркая, комфортная, стильная. Это всегда дополнительный стимул для занятий, говорит дизайнер Ира Марс. Это же приятно, когда ты приходишь в форме, ты чувствуешь энергию мастера. Я еще делаю такие чехлы для ковриков, сумки для формы. Чтобы человек не с пакетами пришел на занятия, а чтобы он пришел максимально осознанный, красивый. Местом проведения фестиваля неслучайно выбрана территория отеля «Пальмира Гарден». Здесь есть все для активного отдыха, который запомнится надолго. На такое сердце видного. Здесь проходят разные мероприятия. Часто проходят партнерские фестивали. Город здесь часто собирается, знает это место, любит этот парк. Йога-викенд планируется проводить на постоянной основе. Екатерина Коваленко, Александр Логинов, Екатерина Давлятова, Видное ТВ.